Уроженка Златоуста и двое ее друзей задержаны за шашлык на вечном огне. Компания пожарила сосиски и зефир прямо на мемориале. Причем все это сняла камера наблюдения. Как объяснили свой поступок молодые люди в репортаже нашего корреспондента Татьяны Лавровой. На допросе в отделе полиции северной столицы эти молодые люди теперь рассказывают следователям, зачем решили пожарить сосиски и зефир и почему не на мангале, а на вечном огне. Уроженка Златоуста ведь знала, что это кощунство. В связи с чем вы это совершили? В связи с Левкомыслием. Вы знали, что это за памятник вообще? К сожалению, я знала, что это за памятник и что это кладбище людей, которые погибли за то, что воевали, за то, что имеем сейчас здесь. В полицию Ленинградской области обратился директор местного музея истории с жалобой на кампанию молодых людей. По его мнению, они осквернили памятник культурного наследия «Вечный огонь» над могилой рабочих и матросов. Расположены на якорной площади в Кронштадте. Как видно на камере наблюдения, компания подъехала к мемориалу на автомобиле «Шкода Октавия». Взяла все необходимое из багажника и пошла готовить еду на пламени вечного огня. Позже оперативники задержали 36-летнего мужчину и доставили в райотдел. Вы знали, что там мемориал находится? Я в этот, я да, конечно, я знал, что это мемориал, но я не предполагал в этот момент, что там могила изначально. Я вот, у меня этого в голове вообще не было. Вскоре задержали и девушек. Им также пришлось давать показания. Ну, я даже не знаю, насколько это глупо. Ну, возникла мысль, что это даже не у меня, но возникла она, и я как бы ей не препятствовала. В итоге на шашлычников возбудили уголовное дело по статье надругательства над надмогильным сооружением. Всей компанией может грозить до пяти лет колонии.